Nissan представил на шанхайском автосалоне новое поколение седана Silphi. Для справки, предыдущую генерацию образца 2012 года для России адаптировали как Nissan Centro. А позапрошлый кузов 2005 года с упрощенной платформой B0 от Logan у нас известен как Nissan Almera. Обе машины на нашем рынке не прижились и Nissan сосредоточился на кроссоверах. А вот в Китае Silphi не только бестселлер марки, но и вторая модель в рейтинге самых продаваемых. В прошлом году китайцы купили почти полмиллиона Silphi. Новый Silphi растянули на сантиметр. Теперь тут 4641 мм габаритной длины, а колесная база увеличилась на 12 мм до 2712 мм. В салоне изящная двухцветная панель, круглые дефлекторы вентиляции и торчащий 8-дюймовый дисплей медиасистемы. Платформа Nissan V модернизирована, кузов стал жестче, центр тяжести ниже. Обновлен и атмосферный двигатель HR16DE третьей генерации, который при объеме 1.6 развивает 139 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор X-Tronic. В Китае машина поступит в продажу летом. Позже подоспеют и вариации для других рынков. Захочет ли российский офис вернуть центр на наш рынок, пока неизвестно. Тем временем во Флориде на фестивале Rock the Ocean Nissan показал новое поколение компактного седана Versa. В основе машины все та же платформа Nissan V, которую машина делит с ноутом, микро, пульсаром и кроссовером Kicks. Но Versa это седанчик длиной 4 метра 40 сантиметров, который считается в Америке бюджетным и стоит сейчас примерно 800 тысяч рублей. Поэтому тут атмосферный двигатель 1.6 мощностью 124 лошадиной силы, 5-ступенчатая механика или вариатор. Салон с поправками заимствован у того же Kicks. Летом новая Versa выйдет на рынок США, а позже стартует и в Азии, где очень ценят недорогие седаны.